Абулакар, ну первый вопрос, здравствуйте, вам хочется задать такой поведенческий, вот да, много суеты, много Кадырова в последнее время в информационном поле, это что? Это он стремится как-то себя показать, кому-то там, не знаю, сильным людям мира сего, Путину, или это у него от души идет, он воевать хочет и всех отправлять на войну хочет, там, украинцев ненавижу с детства, вот это все? Кадыров сильно волнуется, что скоро все потеряет, потому что если Россия проиграет войну, то очевидно, что Путин тоже проиграет свой режим, и начнутся коллапсы, изменения, и естественно под эти изменения подпадет и сам Кадыров. И, конечно, Кадыров не может и не хочет расставаться со всем нажитым имуществом, которым он очень гордится и кичится, и вот у него, как у любого ребенка, когда у него поступает момент и время, что у него вот сейчас все отнимут, начинает вот так вот переживать и волноваться. Собственно, с этим я это и связываю. Абубакар, мы вас сразу начали спрашивать по существу, и мы, конечно, не правы, нас в чате даже поправляют, вот Полина пишет, про маму спросить Абубакара. Конечно, надо было начать с этого вопроса, как дела вашей мамы, для зрителей, кто не очень в теме, напомню, что мама братьев Ингулбаевых, Зарема Мусаева, в заложниках находится у Рамзана Кадырова, уже долго удерживается там в СИЗО по каким-то абсурдным обвинениям, и вот наши зрители спрашивают, какие последние новости? Сегодня был суд по существу очередной, допрашивали всех этих фейковых свидетелей, которые свидетельствуют о том, что моя мама совершила какие-то непонятные преступления, хотя физически и в временном промежутке она просто не могла их совершать в принципе, но никого это не стесняет, все это продолжается. Уже сегодня наступил 238 день, как она там находится, в заключении, по страже, и меня что больше всего удивляет от всей этой истории, как даже государственные чиновники и политики, именно государственные, брали, та же Москалькова, брали это дело под контроль личный, и теперь как-то они все замолчали, никто об этом не говорит, вообще даже не заикается, вот это для меня на сегодняшний день очень странно. То есть все заработали на этом свои политические очки, и все, и забыли. Абубакар, такой вообще вопрос, вот сразу, собственно, во-первых, конечно, мы всех возможных сил и поддержки вашей маме желаем, ну и собственно мы тут все в одной лодке, у нас тоже у всех куча политзаключенных, заложников, и все понимают, что как только закончится война, закончится Путин, как только закончится Путин, закончится Кадыров, и дай бог, значит, все наши родные выйдут на свободу, всех наших заложников, наших друзей, коллег отпустят. Но Кадыров, конечно, демонстрирует вот такое интересное понимание своих семейных ценностей, вот когда он берет в заложники вашу маму, пытаясь как бы заглушить канал, первая дата, которая ему не нравится, но про семейные ценности сегодня еще очень интересно, тут за час до нашего эфира высказалось американское казначейство, которое, ничтоже сумнявшееся, включило в свой санкционный список не только самого Кадырова, повторно, и его взрослых детей впервые, но и трех его жен. Они так прямо и написали, вот такая-то, такая-то, одна из жен Кадырова, такая-то, такая-то, одна из жен Кадырова, такая-то, такая-то, одна из жен Кадырова. Как бы вот тоже интересная такая штука, да, на тему традиционных ценностей, за которые Кадыров выступает. И, ну, на самом деле, такая довольно скандальная штука. То есть, американцы публично на своем государственном сайте, ну, как бы, обвиняют высокого, высокопоставленного российского государственного чиновника в том, что он, ну, как, многоженец. Я хотел спросить, первое, насколько эта информация точна? Правда ли, что у Кадырова три жены и только ли три? И правильно ли американцы их идентифицировали? Второе, насколько в республике это, там, секрет Палишинеля, насколько все про это знают, не знают? И третье, как к этому относятся, на самом деле? Может быть, там кто-то говорит, о, молодец, вот, как бы, российское законодательство не позволяет, а он-то гнет свою линию, значит, традиционные шариатские ценности отстаивает. Ну, сразу скажу про отношения. У чеченцев нет такого отношения, что это хорошо или плохо. Это для них что-то как нормальное, потому что это соответствует религии и ислам. А что касается, знают об этом в Чечне или не знают, и идентификация этих женщин, то есть это является общеизвестным фактом в Чечне. То есть и Кадыров изначально даже это не скрывал, в те времена, еще там, в 2007, 2008, 2009, 2010, он кичился этим, радовался этому. И наоборот, всем говорил, если вы там, типа, в моей команде, вы тоже должны так поступать, вы тоже должны иметь несколько жен. И это, то есть в его кругу уж точно тоже было, так скажем, в моде, что ли. Так что это не секрет, все об этом знают. Единственное, в Чечне не знают о количестве его жен, а в том, что он полигамин, об этом знают. Это вообще известный факт. Абабакар, вот хотелось вас спросить, да, мы знаем про многочисленных женщин, родственниц, то есть там дочери, есть жены, но есть же и мужского пола, родственники. Вот сегодня Кадыров говорит там про самую мобилизацию всех и вся, это всюду, и давайте там из регионов. Но у него же есть наверняка родственники и мужского пола. Кто-то из них пошел воевать, и кто бы... Вообще никто, но кто бы там мог бы, может я что-то путаю, может у него родственницы только женщины. Нет, у него есть мужчины, которые могли бы теоретически пойти бы воевать. Я хочу напомнить, что Кадыров это тот человек, который все это время, когда были коллапсы на Ближнем Востоке и в любой другой точке мира, и где объявлялись джихады, и туда уезжали или хотели уехать чеченцы из молодежи, он сам говорил, что не там, не там, нет никакого джихада. И если где-нибудь будет хоть намек на джихад, он с удовольствием поедет и умрет ради Всевышнего и как бы сразу в Вальгалу. То же самое говорил и Магомед Даудов, это спикер парламента Чечни. Да, сегодня они сами своими же устами объявляют и говорят, что это джихад, но при этом никуда не едут. Они не едут воевать, то есть они сами начали себе противоречить, и это говорит о том, что они сбросили маски. Уже понятно, что они не волнуются за народ Чечни или за благополучие Чеченской республики, чтобы она развивалась как-то. То есть это уже не история про сохранить хотя бы одну жизнь, если до этого они об этом говорили. То теперь вот так. И сейчас ту цифру, то, что назвал вообще Катеров, что давайте каждый регион соберет по одной тысяче человек, это говорит о том, что людей не хватает на войне, мяса не хватает. И по одной тысяче человек от региона это получается 85 тысяч человек. То есть это примерно та цифра, которая сегодня, получается, необходима Путину для того, чтобы хотя бы сдерживать то, что он имеет. Я уже не говорю о том, что надо нападать. Телеграм-канал Первый Адат опубликовал текст указа об осеннем призыве в армию, причем сразу многих возрастов, 95 по 2004. И это на самом деле сенсационная штука, ведь в Чечне не было призыва как такового до этого много лет. Ты ли, я не прав? Был призыв. Призывы были, но они все носили такой формальный характер. Он носил формальный характер. Лично я тоже призывался, но меня не брали в армию. Мне говорили, что чеченцев не берут в армию, потому что есть неофициальное мнение, не хотим воспитать новую армию, новую дудаевскую мятежную армию. И говорю, что если хочешь пойти на войну, ты, во-первых, должен доказать, это то, что ты суперлояльный человек, и, во-вторых, нужно платить еще 200 тысяч рублей. И я извиняюсь. Все в порядке. И в итоге я только подумал, что зачем мне ехать в армию России, учиться там чистить картошку и красить траву, за 200 тысяч рублей тем более. Естественно, раз не берут, то не берут, ну и хорошо. Собственно, вот так. И сейчас эта история, она имеет более такой... То есть есть понимание, что, возможно, это до сих пор будет нести формальный характер, но фактически, может быть, теперь уже действительно будут брать, как и всех по России, забирать людей действительно, то есть детей, я бы сказал, больше. Вот. И потому что проблемы на фронте. А как мы уже знаем, это общеизвестный факт, что на войну берут и срочников. А то, что они призывают сразу с так много возрастов, то есть 10 лет, с 95 по 2004, то есть в этом, как бы, в чем там фишка? Там проблемы нет. Призывной возраст от 18 до 27. А, ну то есть как бы просто... Да. Всех, кого раньше не призвали из этого возраста, да, в таком духе? Ну, да. Спасибо Абубакару Янгулбаеву, спасибо, что был в нашем эфире. Ждем вас в нашем эфире, конечно же, еще. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...